Я сразу начну, наверное, с вашего отца. Для всех, кто его знал, и для тех, кто его не знал, это был удивительно красивый, достойный, мудрый. Вот просто, знаете, вот человек, о таких говорят, люби меня. Я не знаю, как его можно было не любить, настолько от него исходило вот это свечение, сияние, настолько он вовлекал в орбиту своей личности, своего обаяния, всех, кто с ним хоть когда-нибудь соприкасался. А каким отец был для вас? Кто для вас ваш отец? Ну, короткий ответ на ваш вопрос, он для меня всё. Дело в том, что после его убийства большую часть своей жизни я посвятила сохранению его памяти. Не в таком пассивном смысле, не в смысле мемориальном, когда мы инициировали, мои коллеги, переименование площадей, улиц и скверов в разных европейских столицах в честь него, но и в активном смысле. То есть я создала фонд Бориса Немцова за свободу, он зарегистрирован в Германии в 2015 году, и я активно продвигаю его политическое наследие. На самом деле политическое наследие – это такой сложный конструкт, и мало кто его понимает, по крайней мере, в России, в силу того обстоятельства, что у нас ничтожно мало политиков, у которых есть какое-то политическое наследие определенное, в силу того обстоятельства, что многие люди просто флюгеры, конформисты, они меняют свою позицию в зависимости от того, что им выгодно здесь и сейчас. Я думаю, что мой отец был совершенно другим человеком, он не предавал своих принципов, и вы можете посмотреть его интервью, скажем, 90-х годов, и интервью, которое, например, он давал вам, я так помню, в 2008, может быть, или 2009, в 2008 году, и вы увидите, что разница небольшая, и это то, что и формирует политическое наследие. И поэтому мне было очень просто создать фонд Немцова в силу того, что я смогла сформулировать его политическое наследие. Я думаю, мне многие говорят, что я очень похожа на своего отца, и это очень интересно. Дело в том, что я написала книгу вначале, она вышла еще в России за месяц до войны с Украиной, в начале 2022 года. Она так и называется «Дочь своего отца». И вот это ко мне прилипло, дочь своего отца, дочь своего отца. Понимаете, мне 40 лет уже, мне буквально 26 марта будет 40 лет. Я в шоке сама, давайте не будем о грустном. Вот так я осталась дочерью своего отца, и я еще и усилила этот имидж. И причем обо мне так говорят, когда хотят меня похвалить, и когда хотят меня поругать. Так что людям просто. Ну, наверное, вот такой будет ответ на ваш вопрос. И так как я даю сегодня интервью украинскому журналисту, то я знаю, что моего отца очень любили и уважали. Знаете, политиков, наверное, не нужно любить. Политиков можно уважать или нет. И вот моего отца очень уважали в Украине. И любят, и уважают по-прежнему. Да, и уважали, пока он был, и любили, пока он был жив. Он был популярным уже совершенно человеком. Он участвовал в первом Майдане. Тогда это называлось «Оранжевой революцией». Он был знаком со многими украинскими политиками, журналистами и часто бывал в вашей стране. И вот сейчас, когда началась, к сожалению, полномасштабная война с Украиной, он не потерял своей актуальности. Он даже как-то приобрел новую популярность в связи с многочисленными интервью, которые он давал. И он много-много говорил об Украине, об угрозе войны с Украиной. И сейчас все вот эти ролики, включая, кстати, интервью с вами, они продолжают набирать миллионы. И мне часто в личные сообщения пишут ребята, которым тогда моего отца убили, а это было 9 лет назад, ну, там им было, предположим, там 13-14 лет. И вот они сейчас выросли, говорят, что они открыли для себя Бориса Немцова. Это, конечно, приятно, потому что политических провидцев не только в России, не только в Украине, вообще во всем мире довольно мало. Мой отец был таким человеком. Мы будем еще о Борисе говорить немало, но я хотел бы спросить о вашей маме. Вот мало кто знает, кто ваша мама, чем она занималась. О, интересный вопрос. Действительно, ни разу не задавали. Так, сейчас мама будет напрягаться, когда я буду про нее рассказывать. Мою маму зовут Раиса. Она не публичный человек. Она сейчас не живет в России, хотя до 21-го года жила в России. Моя мама была... Она вообще-то по образованию преподаватель французского языка, но она работала в библиотеке. Сначала в Горьком, так называлось раньше, Нижний Новгород, в библиотеке Ленинской, а потом в библиотеке педиатрического института. Вот. Да. Но, кстати, не такая простая работа библиотекаря, между прочим. Но мама, наверное, не будет на меня обижаться, если я буду говорить правду. А правда заключается в том, что она не амбициозный человек. И, наверное, с этим связан тот факт, что она довольно долго жила с моим папой. Сейчас она уже человек немолодой, и поэтому сейчас она на пенсии. Она очень меня поддерживает. Во всех моих начинаниях мы часто проводим время вместе. Она очень переживает за все происходящее и за Украину. Ну, собственно, вот такой вот короткий рассказ про мою маму. Мама татарка же, да? Она наполовину татарка. Хорошо. Теперь про национальности поговорим. Раиса Ахметовна Немцова в девичестве Назмиева. Продолжаем про национальности? Дедушка татарин, да? Дедушка татарин, да. А бабушка? А моя бабушка по маме, да? Да. Кубанская казачка. Ух, намешана в вас. Да, это правда. Ну, это плюс большой. Но мы про другую сторону не говорим, правильно? Умалчиваем. В другую сторону все понятно, однозначно. Хорошо. Но я не галахическая еврейка, хорошо? Я вам скажу откровенно. Да, да, да. Ну, мало того, я знаю, что вы придерживаетесь мусульманских традиций и канонов, да, и считаете себя мусульманкой. Да, нет? Нет, это у вас очень устаревшая информация, по-моему, из Википедии, если я не ошибаюсь. Дело в том, что в молодости, когда человек очень молодой, это случилось со мной лет 20 назад, тогда я была молодая, люди имеют тенденцию увлекаться разными направлениями философской мысли, религиями, ну, кто-то наркотиками. Это не мой случай. Лучше религиями. Да, ну, знаете, в какой-то момент я увлеклась исламом, и мне показалось, что самое правильное, что я буду делать, это я буду соблюдать какие-то исламские, мусульманские традиции. Вот, но это все очень быстро ушло. Я сейчас могу себя определить как агностик. Я не принадлежу, ну, формально окрещенная, конечно, но я не принадлежу ни к одной из религий. Так что это было давно, и уже можно даже сказать и неправда. Как мама с папой познакомились? Ой, лучше бы мама эту историю рассказала. Но дело в том, что в Горьком, Горький был закрытый город. Да. Потому что там находились и до сих пор находится большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. Туда не пускали иностранцев. Мой отец работал в НИРФИ, научно-исследовательском радиофизическом институте. Моя мама работала в библиотеке, в Ленинской библиотеке. И у нас в конце 80-х годов, да даже еще и в начале 80-х, были перебои с поставками продуктов. У нас был колоссальный дефицит, о котором я даже помню, потому что мы стояли в гигантских совершенно очередях. Люди ездили в Москву и Санкт-Петербург покупать еду. Это правда. И, в общем, была такая одна привилегированная столовая, видимо, для номенклатуры, куда после двух часов пускали простых смертных. И вот туда все бежали что-нибудь съесть. И вот так в очереди за едой в этой столовой они и познакомились. Это было не очень романтично, наверное. Романтично, да. Но, тем не менее, это правда. Вот вы переехали в Москву, когда Борис Николаевич предложил отцу стать вице-премьером правительства. До этого отец был губернатором Нижегородской области. Вообще, в каком возрасте он стал губернатором? Мальчиком был фактически. 32 года. Потрясающе. Нижегородская область мощная с точки зрения промышленности и научного потенциала. И все, 32 года губернатор. Ельцин, я знаю это хорошо, очень любил вашего отца. Просто любил его. И мало того, он ему напоминал, видно, его самого. Высокий рост, такой душа человек. И Ельцин к нему очень тянулся. И даже опрометчиво как-то назвал его следующим президентом России. И все соратники Ельцина дружно объединились против Бориса Немцова, чтобы он ни в коем случае не стал следующим президентом. Тем не менее, Ельцин пригласил отца занять пост вице-премьера. Правильно? Все верно. Вы переехали в Москву. Вот какой вам показалась Москва, где вы стали жить после Горького? После Нижнего Нового? Так, ну это прям интервью по волнам моей памяти. Я уже длинную жизнь прожила. Придется откатиться на почти три десятилетия назад. Да, я хочу, прежде чем рассказать об этом. У вас как-то, как вы говорите, все друг друга любят. Ну, наверное, вы правы. Ельцину нравился мой отец. Но они были совершенно разными людьми. Совершенно разным, с разной биографией и разными профессиональными становлениями. Потому что мой отец был физиком, а Ельцин был представителем номенклатуры. Хотя бы эта разница. И действительно, в конце 91-го года Ельцин назначил моего отца главой администрации. Тогда еще Горьковской области. Это регион с трехмиллионным населением. Это регион с большим промышленным потенциалом. А из-за того, что там было много предприятий оборонного комплекса, то и с огромными проблемами. Потому что оборонный заказ обнулился на тот момент. И то есть это был депрессивный регион. Это сейчас репрессивный. А сейчас репрессивный, совершенно верно. У нас силовые силовики действуют крайне жестко. И Нижний Новгород известен очень жесткими действиями милиции. К сожалению. И этим он известен. Над городом Горьким, где ясные зорьки, да? Да. Ну так вот. Мой отец действительно был назначен в правительство. Мне кажется, на тот момент ему было 37 лет. То есть он опять был младше меня. И мы должны были переезжать в Москву. Я была ярым патриотом Нижнего Новгорода. Я была человеком очень консервативным на тот момент. И не хотела ни в какую Москву переезжать. Хотела оставаться в Нижнем Новгороде. Но я переехала в Москву. Ну, я же провинциал. Я же из провинциального города. И меня, конечно, испугала Москва. В первую очередь, просто многополосные проспекты. Огромное количество автомобилей. Мне показалось, что люди совершенно другие. Они какие-то озабоченные. Они куда-то бегут постоянно. В общем, все это меня сильно напрягло. И так как я была дочерью первого вице-премьера, то меня определили в школу 1239 на Вспольном переулке. Это гимназия с углубленным изучением английского языка. И вот я туда ходила. А там действительно учились дедки элиты. Ну, например, там училась в моем классе дочь Потанина Анастасия. Дочь Владимира Потанина, российского слэш-путинского олигарха уже сейчас. И как-то мне все это не понравилось. Я как-то привыкла к простой такой жизни. А там все крутые, на машинах дорогих приезжают. У всех богатые родители. И я себя некомфортно чувствовала. И тогда я поняла, что единственное, чем я могу отличиться, это блестящей учебой. Хотя в Нижнем Новгороде я особым усердием не отличалась. Я вообще не любила учиться в школе. В школу ходить тоже не любила. Но думаю, нет, надо поднапрячься, чтобы, в общем, не ударить в грязь лицом и не подвести папу. И стала усиленно учиться. Училась я очень хорошо. Но потом мне что-то надоело все. Даже не учеба, а вот атмосфера. И я думаю, ну, его нафиг эту школу, эту вашу Москву. Я назад поеду в Нижний Новгород. Я такая всегда была очень самостоятельная и независимая. И родители не то, чтобы не могли со мной совладать, но не считали нужным. И я им заявила все, товарищи родители, я уезжаю в Нижний Новгород, потому что мне тут не нравится. И поехала. Я жила с бабушкой. Почти целый год с мамой моего папы. И там я ходила в школу номер 8, медицинский лицей. Не спрашивайте, почему медицинский лицей. И потом только переехала в Москву на одном условии, что я пойду не в элитную школу, не в элитарную школу, правильнее сказать, а в самую обычную. Для простых людей. Я закончила школу номер 312. Она тоже находится в центре Москвы, но она была простая школа, и она мне очень нравилась. Вот такая незатейливая история. Какое образование вы в результате получили? В результате я получила образование в МГИМО. Я закончила МГИМО. Дело в том, что у меня такая турбулентная жизнь была. Еще не было такой генеральной линии из-за того, что родители особенно не командовали. Я сначала поступила в американский вуз, Фордомский университет. Он находится в Нью-Йорке. Я поехала учиться туда. После того, как произошли теракты, тогда была атака самолетов. Это хорошо помнить. Эти кадры облетели весь мир. Я была свидетелем этого. Да. Но я не видела, как самолеты врезались в башни-близнецы, потому что я находилась в середине острова, а башни-близнецы это было внизу. Но я видела последствия этого. Это страшно. Это одномоментно Нью-Йорк превратился в город-призрак. На улицах было там несколько человек, и у всех в глазах был невероятный ужас. И первая моя реакция – я вышла на улицу и нашла объявление, где можно сдать кровь для того, чтобы помочь пострадавшим. Я отстояла огромную очередь. А так как у меня редкая группа крови, я универсальный донор, по-моему, она первая отрицательная, то у меня забрали довольно большое количество крови, у меня окружилась голова. А тогда же не было таких, как у нас сейчас мобильных телефонов. Я помню, что стоя в очереди, я позвонила бабушке и спросила, какая группа крови. И больше ничего не спрашивала. Это было очень дорого звонить. Бросила трубку, и она испугалась, что, может быть, я стала жертвой этого террористического акта. Я сдала кровь. И интересная история заключалась в том, что мой отец очень много гордился и рассказал об этом «Комсомольской правде». Тогда «Комсомольская правда» в России была другой газетой. Она была тоже желтой, но другой. Ну, нам, наверное, давайте сравним с Daily Mail. И там вышла статья с заголовком «Жанна Немцова прилила кровь за Америку». И меня это очень сильно смутило. Я папу своего ругала. Но потом что-то мне взбрела в голову идея. Вы не думайте, что я несерьезный человек. Ну, просто в молодости так бывает, что меняются планы постоянно, что надо переезжать в Россию. И я перевелась в МГИМО. Я не очень довольна своим образованием. То есть мне пришлось впоследствии заниматься самообразованием. Но я довольна тем фактом, что я намного больше провела времени с своим отцом, потому что я жила в России. Сколько языков вы знаете? Вы знаете, я знаю хорошо только два. Это русский язык и английский язык. А все остальные я знаю более-менее. То есть могу на них изъясняться. Немецкие, итальянские, португальские языки. Но я не могу на этих языках выступать. Или, например, если бы вы были немецким журналистом, я бы попросила, чтобы мы говорили по-английски или по-русски. Ну вот знаю. Вы понимаете, ведь когда много языков знаешь или можешь изъясняться, это же не признак какого-то высокого интеллекта. Это просто такой тип человека, психологический тип. Когда мне, например, очень нравится общаться, и я очень быстро схватываю язык и вообще не боюсь допускать ошибки, когда говорю. И я помню, что когда я приехала в Германию, я примерно, мой словарный запас там не превышал, наверное, 30 слов изначально, потому что у меня был нулевой уровень английского языка. Английского, извините, немецкого языка. И я вот все равно пыталась сняться с помощью этих 30 слов. И поэтому на момент того, когда я покинула Германию, у меня уже уровень приближался к Б2, то есть был приличный уровень. Сейчас, конечно, все забыла, я живу в Чехии. Чешский язык я попыталась учить, я что-то там 10 уроков взяла. Он оказался крайне сложным для меня. Да, он сложный, потому что все то же самое, что и в русском языке, но все наоборот. Я думаю, что и с украинским языком похожая история. Я, например, понимаю украинский язык, но говорить я, естественно, не могу. Но знание языков помогает, конечно, в жизни, особенно английского. Жанна, кстати, почему вас назвали Жанной? Тогда песни про стюардессы еще не было, когда меня назвали Жанной. Это такая же история, не очень романтичная, и даже про Жанну Дарк я вам не расскажу сейчас. Дело в том, что меня долго не могли назвать, и было два варианта – Анна или Яна. И потом моя бабушка, мама моего папы, Дина, стала ругаться, все-таки надо ребенка как-то назвать, это неправильно, и моего папу отправили меня как-то называть. Но, видимо, была договоренность, что я буду Анной или Яной, не знаю, Яной, наверное. Но отец в трамвае, может быть, это легенда, но я другую не знаю, поэтому рассказываю. Встретила какую-то молодую девушку, которую звали Жанной. И он меня, видимо, назвал в честь этой девушки. По крайней мере, то, что я знаю. А потом уже сейчас можно придумывать про Жанну Дарк. Но короля я спасать не буду. Продолжение следует...